Представление команды своих заместителей Владимир Сипягин начал со слов благодарности Вячеславу Кузину и Александру Трудневу, единственным вице-губернаторам, которые остались работать в регионе после выборов. А вот те, кто после кардинальной смены власти ушли в отпуск и не вернулись работать в Белый дом, в непростое для области время, по словам губернатора, поставили под удар выполнение стратегических для региона задач. Когда они находились в отпуске и отдыхали, а должны были заниматься важнейшими вопросами, связанными с ускорением процесса по выполнению поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по ремонту больницы Струнина, например, по решению проблем, связанных с переселением из аварийного фонда жилья, по подготовке документов по национальным проектам, решению проблем с вывозом мусора, с долгами за газ и многое-многое другое. Но, видимо, отдых дороже. Новый состав своих замов глава областной администрации назвал командой профессионалов, которая будет работать на результат. Среди приоритетов дальнейшего развития 33-го региона улучшение качества жизни людей. Это вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, досуга. Однозначно, один из приоритетов это будет взаимодействие и сотрудничество с гражданским обществом, что очень важно для меня, потому что тогда будет живой диалог, и тогда многие проблемы будут решаться. Курировать налоговую и бюджетную политику региона будет один из самых опытных управленцев, первый заместитель губернатора, уже много лет работающий на этой должности Вячеслав Кузин. По словам главного финансиста 33-го региона, сейчас у области есть все возможности для динамичного развития, подкрепленные федеральным финансированием. А власти готовы к диалогу с населением. Не только позитивные, я бы сказал, и те критические моменты, которые назревают в обществе. Это позволяет нам опять реагировать оперативно и не допускать того, что мы называем, ставить под угрозу то, что мы ценим больше всего, это стабильность. А стабильность – это жизнь людей, в конце концов, от нее многое чего зависит. Новый человек в команде Сипягина – первый вице-губернатор Максим Брусенцов. Пока с приставкой в Рио будет отвечать за экономику, инвестиции, промышленность и строительную отрасль региона. У него большой опыт работы по стратегическому планированию. До приезда в 33-й регион Брусенцов руководил правлением промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства. Среди приоритетных задач экономической сферы он назвал привлечение в область крупных инвесторов для создания новых производств. Создание и поддержку таких предприятий по нескольким направлениям. Это внутренняя кооперация, ее создание, развитие. Это экспорт межрегиональный и инвестиционный. Международный, извините. Это создание и развитие научного направления для подготовки кадров и их переквалификации. Отвечать за самую проблемную сферу, социальную, будет Марина Чекунова, приехавшая в наш регион из Москвы. В столице она работала в администрации президента. На должность первого зама губернатора Владимирской области пока тоже с приставкой в Рио, ее назначили 10 дней назад. Марина Чекунова сообщила журналистам, что уже успела изучить все направления своей работы и расставила некоторые приоритеты. В первую очередь зам губернатора по социальным вопросам намерена навести порядок в здравоохранении. Мы занимаемся вплотную темой исполнения поручения по поручению губернатора, исполнения поручения президента России Владимира Владимировича Путина по летнему обращению. Это Александровская районная больница и так называемая больница Струнина. И мы понимаем всю ответственность и всю меру ответственности, которая сегодня лежит на мне и на директорах департаментов, которые я курирую. Мы не должны потратить ни одной лишней копейки. Понимать, что мы должны эффективно закупить оборудование. Еще один новый человек в Белом доме, Александр Байер, будет контролировать региональный жилкомхоз, транспорт и дорожное строительство. У него уже есть подобный опыт работы в администрации Нижегородской области. В начале нового года области придется запускать новую систему вывоза ТБО. Контролировать вывоз и переработку мусора будет единый региональный оператор. Новый вице-губернатор оценил стабильность коммунальной сферы региона, но работы в этом направлении, по словам Александра Байера, еще много. Именно сейчас идет работа по подготовке к прохождению праздничных дней. Надеемся, что если и проблемы будут, то они будут устранены практически в нормативные сроки и профессионально. В сельском хозяйстве задача номер один на ближайшее время, по словам вице-губернатора из старой команды Александра Трутнева, решение вопросов использования земель, сельхозназначения и увеличения объемов экспорта. На особом контроле восстановление фермерских хозяйств после вспышки африканской чумы свиней. Мы значительно потеряли в производстве мяса свинины. Мы сейчас делаем усилия для того, чтобы переакцентировать наших сельхозтоваропроизводителей в большей степени на другие виды производства. И это тоже уже заложено в нашей государственной программе. Мы пересмотрели определенные моменты, добавили денежных средств и тоже будем стимулировать развитие в том числе и мяса крупного рогатого скота. Шествовать над проектной деятельностью в области будет тоже новый человек Аркадий Боцан-Харченко. Подконтрольные ему комитеты отвечают за региональную составляющую национальных проектов. В следующем году область примет участие в десятках госпрограмм, в том числе в образовании, здравоохранении и дорожном строительстве. В минувшую пятницу эти программы и проекты были утверждены губернаторами и направлены в правительство Российской Федерации. К реализации этих проектов планируется приступить в следующем году, в следующем месяце сразу. Соответствующее финансовое обеспечение уже предусмотрено. Руководить представительством администрации области при правительстве назначен Вячеслав Климанов. До этого он тоже работал в администрации президента, заместителем начальника департамента массовых мероприятий. Теперь ему предстоит обеспечить эффективное сотрудничество области с разными федеральными структурами. Сделать из представительства такую деловую активную площадку, на которой можно в постоянном режиме проводить деловые встречи, переговоры с возможными инвесторами, с руководителями федеральных органов государственной власти. Новую команду Владимиру Сипягину еще предстоит согласовать с законодательным собранием области. Недавно назначенные замы смогут избавиться от приставок в Рио только после утверждений их кандидатур депутатским корпусом. Правда, этого вопроса в повестке заседания областного парламента, которое назначено на 19 декабря, пока нет. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.